На дистанцию участников первых заездов отправлял глава комитета лыжероллеров Федерации лыжных гонок России Павел Жестков. Для настоящего спортсмена дождь и хмурое небо не проблема. Он готов выходить на старт в любую погоду, выходить и побеждать. Даже если спортсмену еще не исполнилось двух лет. Ведь самые младшие участники этих гонок родились в 2018 году. Поколение заинтересовано в активном спорте, в активном отдыхе или же движении на улице. Это не поколение сидящих за компьютерами в четырех стенах, это активное здоровое поколение. И конечно такие мероприятия это очень важная часть в развитии детского организма. Если мы говорим про детский спорт, если мы говорим про взрослый спорт, который здесь проходит, это также важный момент именно в здоровом образе жизни, которая сейчас набирает и набирает популярность. Одинцовская лыжероллерная трасса одна из самых известных и востребованных в Подмосковье. При этом ее нельзя назвать запредельно сложной. Здесь есть участки, на которых комфортно чувствуют себя новички, но есть спуски и подъемы, интересные для настоящих профессионалов. Так что в любых стартах, проводимых здесь, присутствует элемент непредсказуемости. Одинцовский район это один из лидеров Московской области, Московского региона. И лыжероллерную трассу Лариса Ралзутиной ставят в пример, во всех муниципалитетах, во всех образованиях. То, что касается популярности, это один из самых популярных парков, одной из самых популярных территорий для массового занятия лыжероллером спортом. И профессиональные спортсмены, которые бегали на лыжах, которые тренировались на роллерах в прошлых годах, они сейчас активно работают здесь с населением. И действительно, это, на мой взгляд, одно из лучших мест по проведению тренировок на лыжероллерах, да и вообще в целом спортивных мероприятий любого формата. Следующее большое спортивное событие, 48-й арбузный кросс, пройдет в парке имени Ларисы Лазутиной в первую субботу осени, 7 сентября. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.